Девушки отдыхают Вне очереди. 6 октября 1973 года. Москва, министру иностранных дел СССР Андрею Андреевичу Громыкову. Сегодня в 14 часов египетские войска форсировали Суэцкий канал и на широком фронте атаковали израильские позиции на Синайском полуострове. Боевые действия продолжаются. Жду дальнейших указаний. Посол СССР в Арабской республике Египет Владимир Михайлович Виноградов. Первый удар по укреплениям израильтян на Синае нанесла арабская авиация. Египетские и союзные алжирские самолеты Су-7 и Ту-16 с удивительной точностью атаковали важнейшие элементы оборонительной линии Барлева. Сухопутным войскам оставалось лишь закрепить успех. В первый же день линия, ранее считавшаяся абсолютно неуязвимой, была разрушена. Весь мир был поражен. Ведь всего каких-то несколько лет тому назад армия Египта была полностью разгромлена и деморализована. Теперь уже можно сказать, что главным тайным оружием Египта стали летучие лисицы. Именно так, Фокс-Бетс на Западе прозвали новейшие боевые самолеты МиГ-25, на которых летали советские летчики. Исключительно благодаря им арабское руководство получило ценнейшие сведения не только о линии Барлева, но и обо всей оборонительной инфраструктуре Израиля. И сегодня мы впервые расскажем об одной из самых секретных разведывательных операций Холодной войны, ставшей поистине звездным часом для 25-х МИГов. Приумф летучих лисиц Декабрь 1969 года. В начальной школе в египетском селении Бах-эль-Бакар шли обычные занятия. Несмотря на регулярные авианалеты, местные жители чувствовали себя спокойно, ведь в окрестностях не было военных объектов. Трагическая ошибка израильских пилотов изменила ход истории. Уже через два дня на даче генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева в Завидово состоялась закрытая встреча с президентом Египта Гамалем Насаром. Лидер крупнейшего арабского государства просил о военной помощи, заявив, что в случае необходимости его страна готова присоединиться к Варшавскому договору. Брежнев задумался. Геостратегически. Ближний Восток это район, который примыкает в общем-то в геостратегическом смысле к нашим границам. И мы были очень заинтересованы в том, чтобы на Ближнем Востоке ощущалось наше влияние и напротив, чтобы не было бы военных позиций другой стороны. Брежнев понимал, что открытое участие советских войск в вооруженном конфликте за рубежом может подорвать международную репутацию страны. Тем не менее, принял решение. СССР окажет военную помощь Египту неофициально. Особая папка. Совершенно секретно. 25 декабря 1969 года. Москва. Из постановления Политбюро ЦК КПСС к вопросу о положении в Объединенной Арабской Республике. Одобрить предложение египетского руководства об оказании военной помощи республике. Поручить Министерство обороны СССР разработать и провести операцию по переброске в Египет группировки советских войск ПВО, ВВС и ВМФ. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Летом 1970 года советские части ПВО и авиации заступили на боевое дежурство. В отличие от успешных действий ракетчиков, в первые же дни сбивших несколько израильских самолетов, полеты наших истребительных бригад начались с трагедией. 30 июня. Аэродром Денисуэй. Египет. Летчики дежурного звена капитана Каменева, облаченные в высотно-компенсирующие костюмы, несмотря на невыносимую жару, уже не один час находились в состоянии готовности к вылету. Неожиданно с командно-диспетчерского пункта бригады прошла команда на взлет. Радары засекли 8 израильских самолетов. Советские летчики прошли серьезную подготовку по тактике воздушного боя, но ни один из них не участвовал в реальном бою. Они не подозревали, что направляют свои машины прямо в искусно расставленную ловушку. Используя предельно малые высоты, невидимые радарами группы израильских фантомов сбило 4 МиГ-21. Спастись удалось лишь одному летчику. Капитаны Владимир Журавлев, Евгений Яковлев и Николай Юрченко погибли. Это событие серьезно пошатнуло веру египтян в возможности советской авиационной техники. У израильтян на самолетах, поставленных американцами, были более дальнобойные средства обнаружения, средства разведки, навигации. И нужно было показать, что Египет тоже может получить такие самолеты, которые превосходят израильские. И такой самолет у Советского Союза был МиГ-25, получивший по классификации НАТО название «Летучая лисица». В конце 50-х годов конфронтация между СССР и НАТО в области авиации в прямом смысле поднялась до стратосферных высот. Западные самолеты-разведчики «Канбера» и «У-2» могли летать выше 20 тысяч метров. Для надежной защиты неба средств противовоздушной обороны было недостаточно. Необходимы были самолеты-перехватчики с большим радиусом полета, оснащенные бортовыми РЛС и дальнобойными ракетами класса «Воздух-воздух». Создание нового самолета было поручено ОКБ Артему Микояну. Проявив необыкновенное чутье ученого, Микоян собрал бригаду проектировщиков из 12 человек. Все эти люди были опытными специалистами, мыслившими нестандартно. Главным конструктором МиГ-25 согласился стать 73-летний Михаил Гуревич. Но сказывался возраст, и впоследствии самолет вел Николай Матюк. Для обеспечения необходимой тяги при полете машины в разреженном воздухе стратосферы было решено не создавать новый, а использовать двигатель от беспилотного разведчика ДР-2 «Ястреб» в конструкции Андрея Туполева. В МиГ-25 практически все было ново. Впервые в истории нашей авиации он почти целиком состоял из стали и титана. Сварку при изготовлении самолета также применили впервые. Машина была изготовлена как гигантский летающий бак. Почти 70% внутреннего пространства фюзеляжа было заполнено специальным высокотемпературным топливом Т-6. Для ослабления нагрева двигатели закрывались специальными посеребренными экранами. Двухкелевое оперение гарантировало необходимую устойчивость. Лучший советский боевой самолет был оборудован новейшими системами навигации. На него впервые установили бортовые компьютеры. МиГ-25 способный достигать высот свыше 20 километров и скорости равной трём скоростям звука был практически неуязвим. Уже в марте 1964 года шеф-пилот ОКБ Александр Федотов выполнил на новом разведчике первый вылет. Впоследствии именно этому летчику будут принадлежать большинство установленных на нем мировых рекордов. Наиболее значимыми из них стали достижение поистине фантастической высоты в 37 километров в 630 метров и время набора 25 километров всего за 3,3 минуты. В декабре 1969 года руководство Советского Союза приняло решение об отправке МиГ-25 в Египет. Единственной проблемой являлось то, что он не прошёл полный цикл испытаний. Летом 1970 года в Нижнем Поволжье вспыхнула эпидемия холеры. Улицы Ахтубинска, где находился НИИ ВВС, опустили. Но работа института не прекращалась. В один из дней лётчик-испытатель Александр Бежилец поднялся в воздух для испытания новой модификации МиГ-25 с индексом РБ. Разведчик-бомбардировщик. Для летающего на огромной скорости и высоте самолёта пришлось создать особенные термостойкие бомбы. Сброшенная с высоты 20 тысяч метров на скорости в 2300 километров в час 500-килограммовая бомба летела, как ракета, ещё около 40 километров. Страшный удар при встрече с землёй вгонял её на глубину 40 метров. Затем происходил взрыв. Ничто не могло противостоять такому мощному оружию. После успешного экспериментального бомбометания Александру Бежилцу по секрету сообщили, что предстоит командировка на юг. В числе ещё нескольких лётчиков, имевших большой налёт на МиГ-25, он немедленно приступил к подготовке. Однако 28 сентября 1970 года скоропостижно скончался президент Египта Гамаль Наса. К власти пришёл Анвар Саддак. Его появление на вершине политического олимпа для руководства СССР оказалось неожиданным. Вскоре стало очевидно, что для укрепления авторитета в стране новому египетскому президенту была нужна победоносная война с Израилем. Имея в своём распоряжении советское оружие, он попросил Москву нарастить его арсенал. Одновременно Саддак установил тайные контакты с Вашингтоном. Получив эту информацию, Леонид Брежнев принял решение резко увеличить военную помощь Египту. И вновь вернулись к идее проведения воздушной операции с использованием МиГ-25. Для этого был создан 63-й отдельный авиационный разведотряд, насчитывавший около 450 человек. Командовать отрядом доверили Александру Бежевцу. Для получения последних в ЦУ командиру отряда полковнику Александру Бежевцу следовало прибыть на инструктаж лично к министру обороны маршалу Андрею Гречко. И всё бы ничего, но настроение лётчику оморочало одно очень серьёзное обстоятельство. Дело в том, что именно в этот момент был подписан приказ министра обороны о замене в вооружённых силах ботинок чёрного цвета на коричневые. Но до провинции, где служил лётчик, новые ботинки, естественно, пока не дошли. Пришлось заслуженному военному лётчику СССР побегать по московским магазинам. Искомое нашлось только в центральном военторге. Но снова незадача. Не было нужного размера. Пришлось брать, какие были. Узкие. Терпеть так терпеть, решил Бежевец. Маршал Гречко потребовал от полковника Бежевца обеспечить стопроцентную безопасность полёта. Он сказал, что по легенде прикрытия отряд перебросит в Египет под видом сельхозрабочих. Поэтому в случае попадания наших офицеров в плен реакция мировой общественности будет бурной. В ответ разволновавшийся и чувствовавший себя неуютно в узких ботинках Бежевец дважды предложил министру разрешить взлёты в Египте перелёты на территории Израиля и посадки в Сирии. Полковник, нахуй мне сдался ваш самолёт. Чтоб здесь её охранять, я тут дивизион ракет должен поставить, а потом в Сирии. Ну, как вы докажете, по сути, министра, какие ещё доводы нужны? Для переброски отряда понадобилось почти два военно-транспортных авиационных полка. Неожиданно техники столкнулись с проблемой. МиГ-25 даже без вертикального оперения не проходил грузовой отсек Антея. Выручила смекалку. Поскольку самолёты без топлива весили меньше, на них временно установили более низкие шасси от истребителя МиГ-21. 16 марта 1971 года первый самолёт-разведчик был доставлен в Египет на аэродром Каир-Вест. Несмотря на абсолютную секретность операции, факт прибытия необычных русских машин вызвал живой интерес у местного населения. Уже на второй день Каирская египетская газета вышла с сенсационной статьёй, посвящённой советскому истребителю. Меня говорят, а теперь звоните в свой штаб, вас вызывают в штаб ВМС, начальник штаба. Короче говоря, кто вам разрешил поднимать самолёты в воздух, ваши? Я говорю, помилуйте, мы ещё не успели собрать их, не то что летать, а почему же сегодня в местной газете на английском языке, кстати сказать, она у меня есть такая газета, вот, снимок нашего самолёта МиГ-25 со всеми его, так сказать, характеристиками. Кто вам дал такое право? Я говорю, мы просто не летали ещё, мы не собрали. Зная о прибытии советских боевых машин, ВВС Израиля в любой момент могли совершить налёт. МиГ-25 собирали в рубких ангарах, с наскоро закрытыми в резентом пробоинами, оставшимися от предыдущих бомбардеров. И хотя командование советского контингента выделило для охраны дополнительные дивизионы зенитных установок, нужно было срочно строить надёжные защитные сооружения. Но как? Из Москвы сообщили, что на их постройку уйдут месяц. Тогда маршал авиации Александр Ефимов обратился за помощью к своему давнему знакомому, генералу Хосни Мубаруку, будущему президенту, а в то время начальнику штаба египетских ВВС. Чертёж укрытий Ефимов нарисовал на клочке бумаги. Проходит какое-то время, приезжает ко мне Хосни Мубарак, я говорю, пошли посмотрим, как строится капонир. Я говорю, какой капонир? А вот по тем чертежам, которые вы нам дали. Я говорю, вот тебе хорошее дело. Приезжаем, и там человек сто, если не больше, народу, и в корзинках на конструкцию металлическую сварную начинают заливать этот бетон. И я должен сказать, довольно-таки успешно. Я даже сам удивился, что можно такое сооружение сделать в такой короткий срок. Эти толстостенные капониры получили местное название душных. Но даже они не гарантировали сохранности машин в случае массированного воздушного удара израильтян. Вдительность аэродромных дежурных сил ПВО была доведена до высочайшего накала. Мы подъезжаем, уже показался аэродром впереди, и вдруг я смотрю, залп ракет. Низко над горизонтом пошла ракета. Все, значит, обратили внимание, в недоумении встали, остановились, начали между собой обсуждать, что бы это могло значить. Вдруг еще один залп, мы уже стояли. Но мы постояли минут 10, поехали дальше. Когда приехали на базу, спросили, что за стрельба была, нам объяснили, что поскольку предполагается вот такая работа, и вообще напряжение и военное, и политическое было очень такое солидное, египтяне решили проверить свои ракеты. Владимиру Гордиенко, как заводскому летчику, предстояло облетать самолеты после сборки. В полете его должны были сопровождать советские МиГ-21. Израильтяне слыли мастерами радиоперекватки. И вызов прикрытия в эфире был бы равнозначен оповещению открытым текстом о выходе разведчика. Поэтому взаимодействие с истребителями осуществлялось только по времени. В назначенный час Гордиенко направился к своему самолету. Но дорогу ему преградил старший отряда Георгий Баевский. И вот я порываюсь, он говорит, подожди. Я порываюсь, а я знаю, что вот уже МиГ-21 скоро подойдут. Я в конце концов уже не видел, Георгий Артурович, ну почему, почему? Он говорит, я боюсь, что в любой момент появятся здесь израильские самолеты и разнесут здесь все к чертовой матери. И все сдерживало. Уже когда времени совсем не оставалось, я прыгнул в кабину, запустил, но все вовремя, успел. Вскоре все четыре МиГ-25-х совершили пробные полеты. Самолеты показали себя прекрасно, и когда в свой первый полет отправился командир отряда Александр Бежевец, ничто не предвещало беды. Но заканчивая взлет, летчик вдруг почувствовал неладное. Убираются шасси, ну они плавные убираются, так небольшое поступление, а это такой громкий стук. Я так удивился, ну что такое? А договоренность о радиообмене была такая. По-моему, позывной не назывался, а просто цифра называлась. Я десятый. Десятый – это значит запуск. Я одиннадцатый. Это на полосу, по-моему. И если что-то случалось ненормальное, то звучала цифра тринадцать. Я такой-то тринадцать. И через какое-то время мы слышим его голос, это какой-то тринадцать. Авиаторы хорошо знают примету. Отказы редко бывают одиночными. За те несколько минут, пока Бежевец пытался разобраться с шасси, самолет проскочил далеко в пустыне. Закладывая вираж, чтобы вернуться, опытный испытатель автоматически взглянул на приборы и не поверил своим глазам. Этого просто не могло быть. Отказал весь комплекс навигационных приборов. Не работал даже радиокомплекс. Сделал один круг. Не вижу аэродрома. Так как же так? Где тут аэродром? Где тут он находится? Я же не знаю, за что зацепиться. Представляете, первый раз. Кругом пустыня. Не за что зацепиться. Захожу второй раз. Нет аэродрома, и все. Топливо уже заканчивается. А я не знаю, как найти аэродром. Наконец, Бежевец вспомнил о хорошем ориентире. Дороге, ведущей на авиабазу, выделявшейся черной ниткой на фоне желтых песков. Нашел эту дорогу, и по этой дороге начал топать, топать. И таким образом нашел аэродром. Он совершенно невидим. Представляете, вот эти маленькие здания, они имеют такой же цвет, как аэродром. Как пустыня. Теперь нужно было посадить 20-тонную машину с искалеченным шасси. Как только самолет коснулся полосы, он практически потерял управление. Я начал держать сколько мог сил, аэродными рулем, поворота. Руководитель подъявил команду, приготовиться к покиданию самолета. Я думал, пожар, потому что самолет начал накреняться, и потом чувствую, начал левую консолью скользить по аэродром. У меня стянуло с полосы, и я на ходу быстро начал расцелывать ремни, чтобы побыстрее выскочить из кабины. Открыл фонарь, самолет остановился, открыл фонарь, я сразу посмотрел назад, пожара нет. Ну, думаю, слава Богу, пожара нет, значит, все нормально. Главной причиной отказов был заводской брак. Но посадка была настолько удачной, что уже через две недели после небольшого ремонта самолет оказался в строю. Отработка полетных заданий продолжилась. Вскоре израильтяне привыкли к вылету Мига в сторону Сахары. Можно было приступать к следующему этапу операции. Совершенно секретно. 6 мая 1971 года. Каир. Главному военному советнику в вооруженных силах Арабской Республики Египет советнику министра обороны генерал-полковнику Василию Васильевичу Окунику. Постановлением политбюро ЦК КПСС одобрено предложение Министерства обороны СССР начать боевые вылеты над территорией Израиля и оккупированных им арабских земель силами 63-го отдельного авиационного отряда. Еще раз обращаю ваше внимание на строжайшее соблюдение режима секретности и поддержание высокой бдительности личного состава отряда. Министр обороны СССР, маршал Советского Союза Андрей Антонович Гречко. Первый боевой вылет МиГ-25 на разведку доверили совершить двум Николаям Стогову и Борщову. Самым опасным был взлет. Не успев набрать необходимой скорости и высоты летучие лисицы могли стать легкой добычей противника. Когда первая пара самолетов прикрытия МиГ-21 пронеслась над аэродромом летчики буквально рванули ручки управления двигателями на максимум. Для разгона и набора высоты МиГ-25 потребовалось лишь несколько минут. С выходом летучих лисиц на боевой курс все находившиеся на командно-диспетчерском пункте прильнули к экранам радаров. Когда самолет вторился на территории воздушного пространства Израиля, то в воздух было поднято, ну, по крайней мере, пару десятков истребителей в разных зонах. И они мечутся, а самолет выше идет над ними. И такой разговор по радио, они не поймут, что это такое. Запрашивают. Скорость, с которой МиГ-25 разрезали небо, потрясала воображение. Каждую минуту они оставляли за собой почти 60 километров. Трение воздуха разогревало титановую обшивку до 300 градусов. И краска, которой были нарисованы опознавательные знаки египетских ВВС, попросту сгорала. Конструкторам ОКБ имени Микояна первым в мире удалось шагнуть за тепловой барьер. Выжимая из машины все возможное, Николай Стогов вдруг заметил дым в кабине. Ну, летчик быстро разбирается, откуда, что. Это же боевой путь над территорией противника. Определил, что дым идет со стекления фонаря. Ну, где герметик. Ясно, что это не грозит ему ничем. Выполнил задание и приземлился. Открывали его с ломиком. Буквально с ломиком. Потому что этот фонарь, герметик, оплавился и приварился. Выяснилось, что летчик превысил 3 скорости звука, что было запрещено. Получив нагоняя от представителей КБ, наши авиаторы стали осторожны. Начались регулярные рейды разведчиков в глубь территории Израиля. За 50 минут полета три фотоаппарата и аппаратура радиотехнической разведки успевали зафиксировать все необходимые военные объекты израильтя. В результате появлялся рулон снимков высотой 2 метра и длиной 10-15 метров. Вот такой фотопланшет, на котором виден каждый танк, каждая машина. Первые снимки передали египетским военным. Увидев их качество, они посчитали, что на самолетах установлены английские или даже американские фотоаппараты. Пришлось показать арабским союзникам объективы с клеймом знаменитой красногорской фирмы «Зенит». Когда в Каир с инспекции прилетели главнокомандующий ВВС главный маршал авиации Павел Бутахов и начальник главного политического управления генерал армии Алексей Епишев, в одной из душин для них расстелили разведывательные фотопланы. Наши летчики в шутку говорили тогда, что военачальники буквально ходят по Синаю пешком. Сегодня мы можем впервые показать уникальные возможности летучих лисиц. Перед вами рассекреченные фотографии известных многим российским туристам знаменитых египетских пирамид. Они были сделаны аппаратурой МИГ-25 более 30 лет назад, летом 1971 года. Глядя на отчетливые стыки камней в пирамидах, трудно поверить, что при этом самолет летел со скоростью более 700 км в час на высоте 1000 метров. Неудивительно, что при подобной аэрофотосъемке вся военная инфраструктура Израиля была как на ладони. Разведывательные полеты проходили в среднем два раза в месяц. Однако, несмотря на это, свободного времени оставалось немного. И летчики стремились использовать его с толком. Между полетами устраивали спортивные турниры. Иногда удавалось выезжать в Александрию на море, где жили с семьями знакомые военные моряки. Но находиться долго среди них было нелегко. Авиаторы откровенно скучали по дому. Недалеко от пирамид был прекрасный ночной клуб парижана. И там спать, знаете, как тяжело, когда прекрасные танцевальные мелодии идут. Мы, правда, чтобы, так сказать, увидеть своими глазами, только глазами, вот, мы ходили туда. Но брали с собой обязательно особисто, чтобы не было разговоров, что там это самое. Беспрепятственные и дерзкие полеты русских нанесли удар по самолюбию руководства Израиля. Кнесет на экстренных заседаниях дважды обсуждал эту проблему. После каждого вылета советских разведчиков представитель Израиля в ООН заявлял протест. Министр обороны Моши Даян обещал даже личную награду. Моши Даян, значит, вот, выступил с заявлением о том, что Советский Союз вот тайно участвует в такой процедуре, в такой операции. И он бы очень хотел заполучить кого-либо из этой группы, в лучшем случае летчика. И если это удастся, он готов заложить все свое состояние, чтобы этого человека показать с трибуны ООН, вот, чем занимается Советский Союз. Апрель 1971 года. На аэродром Мелес, расположенный на Синае, прибыло элитное подразделение израильского армейского спецназа Шакет, хранители южных рубежей. Этот отряд в 1966 году провел блестящую операцию, получившую название «Гром». Тогда хранители небольшими группами незаметно вышли к египетской авиабазе и взорвали самолеты прямо на стоянку. Выполнив задачу, они растворились в пустыне, маскируясь под пастухов и бедуинов. О появлении израильских командос тут же стало известно советской военной разведке. Охрана египетского аэродрома Каир-Вест была срочно усилена. После этого нас всех, и военных, и гражданских, кто был в этой группе, поместили в один из домов, в котором предполагался Олимпийская деревня. Наср при своей жизни мечтал провести в Египте, в Каире, Олимпийские игры. И была построена практически вся Олимпийская деревня, и дома пустовали. Фактор неожиданности был утерян. Узнав о предпринятых советской стороной мерах, израильтяне отказались от проведения диверсионной операции. Но попыток сбить МиГ-25-е не оставили. Строго конфиденциально. 12 мая 1971 года. Тель-Авив. Командующему армией обороны Израиля Цахал Моша Даян. Докладываю. Все наши попытки перехватить новые советские самолеты-разведчики силами ВВС закончились безрезультатно. Произведенные пуски зенитных ракет ЗРК «Хок» успеха также не принесли. Срочно организуем закупки в США новейших ЗРК «Найк Геркулес», способных поражать цели на высотах до 40 километров. Начальник генерального штаба Цахал генерал-лейтенант Давид Элазар. Получив разведданные о мерах, предпринимаемых израильтянами, советские специалисты не на шутку встревожились. Комплекс «Найк Геркулес» мог представлять реальную угрозу нашим разведчикам. У нас был предусмотрен противоракетный маневр. Суть его в том, что самолет, подвергшийся атаке на всех возможных форсажах, которые у него только были, поднимался вверх до 37 тысяч. Уже без скорости, конечно. Дальше он падал вверх. Несмотря на высокие летные характеристики самолета, летчики МиГ-25 понимали, что в воздухе может случиться любая неожиданность. Поэтому всегда перед полетом проверяли наличие пистолетов и запаса воды. Хотя мы тоже, так сказать, как живые люди, всегда, шутя, задавали вопрос нашим особистам. Ну вот, сбили там, ну вот, взрыв двигателя просто. Я выпрыгнул. Ко мне подходит, я говорю, извини, дядя, я заблудился. Ну, легенда какая-то должна быть у нас. Ну, так смеется. Да ничего, кто вас собьет? Да мы знаем, что нас не собьет. Но на всякий случай вроде бы не мешало иметь легенду. Уверенность авиаторов в неуязвимости машин с каждым вылетом неуклонно росла. Министр обороны Андрей Гречко приказал не подходить к Тель-Авиву ближе 40 километров. И это требование выполнялось неукоснительно. И все же... Я смотрю, совсем рядом. Ну, представляете, вот там 24 тысячи метров. И тут Тель-Авив. Вот, смотрю, рядом совершенно, под крылом. Я не выдержал, и самолет вылупил из крена, для того, чтобы посмотреть. Ну, это Тель-Авив буквально у меня было под крылом. Ну, я дальше продолжал лететь. На самом деле я подошел к Тель-Авиву на расстоянии 29 километров. До этого полета полковника Бежевца еще ни один наш самолет не подходил к столице на расстоянии применения оружия. Данное обстоятельство по-настоящему встревожило израильское правительство. Министерству обороны Израиля было известно, что МиГ-25-е легко могли быть переоборудованы в бомбардировщиках. Оно также располагало сведениями о наличии на авиабазе в Каэль-Весте термостойких бомб. Поэтому через СМИ израильтяне напрямую обратились к советским летчикам. Однажды, когда после успешного боевого вылета они собрались на традиционные 100 грамм, неожиданно по радио услышали. Тот, кто перегонит этот самолет, значит, на берегу Средиземного моря вилла, гарантийно ложим на счет миллион долларов. Ну, кроме виллы. Мы говорим, ну, дешевки, а. У нас там семья, понимаете, продать семью, родину продать. И самолет стоил по тому времени, вот, ребята, вы наверняка не знаете, они были, в общем-то, еще штучные. Летчики и не подозревали, что именно в это время вокруг советских войск закручивалась политическая интрига. К началу 1972 года пребывание советского воинского контингента стало вызывать недовольство у части населения страны. Особенно раздражал русский обвоз, как называли жен наших военных, заполонивших местные рынки и неограниченно скупавших золото и дефицитные товары. Понимая, что в любой момент можно ожидать того, что будет поставлен вопрос о выдворении страны наших войск, аппарат главного военного советника и посольства СССР предложили начать вывод самостоятельно. Вопрос о выводе войск из Египта был рассмотрен на экстренном заседании Политбюро ЦК КПСС. Первым взял слово министр обороны, маршал Андрей Гречко и сходу отмел предложение посольства. После возникшей неловкой паузы Леонид Брежнев переспросил, не слишком ли поспешны его выводы, на что Гречко по-военному жестко заявил, что снимает с себя всякую ответственность в случае вывода войск. Но тогда министр обороны не знал об одном очень важном обстоятельстве. Оказывается, невзирая на присутствие советских войск, Египет тайно посетил госсекретарь США Генри Киссинджер, который пообещал Анвару Садату 3 миллиарда долларов ежегодно, если тот согласится убрать русских из своей страны. Совесть Садата не мучила, он согласился. Нужен был только повод. 26 мая 1972 года. Кремль, Москва. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и президент США Ричард Никсон подписали соглашение об ограничении стратегических вооружений ОСВ-1. Именно в это время советскому лидеру пришло письмо от Садата, где он в очередной раз потребовал увеличить поставки оружия Египту. Это был верх политического коварства. Только что заключив с американцами важный договор, Брежнев мог ответить только отказом. Садат поднялся за стола и бросил ответное послание. Сказал, вы мне связывайте руки. После этого и произошло это решение о высылке наших офицеров и так далее. Вместе с другими советскими войсками страну пирамид покидал и 63-й отдельный авиационный разведотряд. Это был уже второй его состав. Срок первого закончился за два месяца до этого. В египетском небе МиГ-25 прошел боевую проверку. В том же году без проведения войсковых испытаний он был принят на вооружение советской армии. Этого памятного события генеральный конструктор Артем Микоян, к сожалению, не дождался. В 1970 году его не стало. Дело знаменитого авиастроителя продолжил Ростислав Беликом. Однако нашему самолету довелось побывать в египетском небе еще раз. В октябре 1973 года, после первых успехов израильтян в войне судного дня, оставшись без помощи русского всевидящего ока, египтяне пропустили обходной маневр бронетанковой дивизии Израиля под командованием генерала Ариэля Шарон. Когда положение стало критическим, президент Анвар Саддат обратился за помощью к Москве. Советское правительство не отказало. Во время последнего разведывательного полета МиГ-25 было лишь подтверждено очевидное. Египетские войска оказались на грани поражения. Всего через 20 минут после приземления самолета было заключено перемирие. 6 сентября 1976 года. Япония. Остров Хоккайдо. По улицам города Хоккодата на повышенной скорости в направлении местного аэропорта пробивалась машина посольства США. Сделать это было совсем непросто. Все подъезды были перекрыты толпами журналистов и полицейских. На летном поле стоял советский МиГ-25, предмет многолетней охоты западных разведок. Увидев американцев, летчик спрятал пистолет и произнес «Старший лейтенант Беленко, самолет ваш». Японские и американские специалисты приступили к изучению машины. Первые оценки были резко отрицательными, но доходило до абсурда. Они считали, что у нас даже нет катапультного кресла на самолете. Что самолет каменный век, стальной, тяжелый. На земле обследовали довольно тщательно, в том числе с работающим двигателем, сняли температурный портрет самолета с воздуха, с вертолета, с самолета пролетающего, и после этого оценки у них резко изменились. Все эти показатели показали, что самолет представлялся серьезным, который требует к себе серьезного отношения и соответствующей борьбы с нами. Предательство Виктора Беленко обошлось Советскому Союзу в миллиарды рублей. Многие военные секреты стали достоянием потенциального противника. Даже изучив советский самолет, западные конструкторы так и не смогли создать ничего подобного. МиГ-25, несмотря на предательство и козни политиков, не умер. До 1984 года было изготовлено более 1100 экземпляров этих машин. Их закупили и успешно эксплуатируют в 10 странах мира. И у нас до сих пор сохранился полк таких самолетов. Но главная заслуга МиГ-25 в том, что он стал базой для создания первого в России истребителя четвертого поколения МиГ-31. С 1991 года именно этот самолет является основой российской авиации ПВО. По мнению военных, добрая половина потенциала развития, заложенного в эту машину, до сих пор не реализована. Редактор субтитров А.Семкин